Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Нужно соблюдать баланс в плане детей во всех сферах их жизни, по мере воспитания до определенного возраста. Баланс выдержал, дело сделано. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечать буду. Если есть что спросить, поднимайте руку, спрашивайте, я отвечу. Да? Алейкум ассалям. Отдать ребенка в религиозную школу или... В обычную школу. Но здесь, смотрите, все школы разные, в зависимости от региона. Это в том числе связано с достатком людей. Есть взаимосвязь. Там, где люди относительно скромно живут, небогатые родители у детей, они, соответственно, в меру своего достатка и дома дешевле берут, и, как правило, люди определенной финансовой ниши сбиваются в районы. И вот в таких районах бывают гетто, в общем, трущобы. И преподают там, учителя тоже небогатые. Это может так или иначе отражаться. Там система целая в этом плане. Там, где достаток выше, более обеспеченные родители, зарплаты выше, у них и дома больше. И в более богатых районах трущоб нету. Уровень преступности пониже. И в более престижных школах бывают учителя лучше и образование лучше. Но вам нужно как следует разузнать. Обо всех школах, об исламских, о воскресных школах, средних школах. Сделайте вот как. Большинство родителей не знают этого лайфхака. Каким образом разузнать? Есть простой лайфхак. Вот на выходные едешь куда-нибудь, первонаперво ты что делаешь? Спрашиваешь друзей, отзывы собираешь о каком-то месте, куда хочешь поехать. Например, на выходные хочешь полететь в Испанию. И ты спрашиваешь кого-нибудь, кто из Америки в Испанию летал. Спрашиваешь, в Испанию летал, да? Летал? Че, как там, расскажи. Так же? И он рассказывает, в этом отеле поселились, в этом лучше не надо. И ты уже получаешь информацию из первых рук. Не лезь в воду, не зная броду. Поспрашивай людей. И вот в плане школы, очень хорошо будет, если вы в конце учебного года пойдете к родителям и выпускникам. Когда они собрались, стоят, детей ждут. Пока дети не вышли, у вас есть время спросить. Расспросите их обо всем. Что они могут сказать об этой школе? Большинство родителей так не делают. А это очень легкий способ собрать информацию. Причем из первых рук. С разными родителями пообщайтесь о том, как их дети учились. Об учителях, о поведении учеников. И там уже решишь, хочешь ты ребенка своего отдавать в эту школу или нет. Уже станет ясно. И когда речь о балансе между обычной школой и исламской. Опять же, я вам скажу так. О каждой школе надо выяснять отдельно. Есть исламские школы хорошие, есть не очень. Средние школы есть хорошие, есть не очень. Здесь опять же, взвешенно подходить нужно. Ведь смотрите. Если не будешь видеть результат, не поймешь, отдавать туда ребенка или нет. Даже когда речь идет о медресе, которое функционирует в формате воскресной школы или еще как-то, вам нужно поговорить с местными. Вам нужно собрать информацию. Сомневаетесь? Идите к местному имаму. Имама спросите, знающего человека спросите, в какую школу, в какую мечеть ребенка отдать учиться. Не мне такие вопросы нужно задавать. Потому что я в Далласе первый день. Не знаю местную реальность. Я могу только общий принцип вам объяснить. Но в плане логистики я без понятия. Ваш вопрос понял. Я вам скажу так. Вам нужно своим детям внедрить в распорядок хорошую систему изучения ислама. Чтобы они помимо светского образования в обычной школе имели хорошую базу по исламу. Вот мы как делаем? Мы выпускаем литературу от нашей академии Сафар. Ага, спасибо. Нжизаку Млаху Хайрон. Вот литература Сафар Академии. Наша организация. Несколько книг выпустила. Мы выработали систему. Целую систему. Многие родители по нашим книгам дома учат. Это для тех, кто в обычную школу ходит. По нашим книгам преподают в воскресных школах. Вообще в разных. Даже в обычных исламских школах. Даже родители по ним ислам изучают. Вам надо у себя дома обучать исламу по хорошей системе. И тогда, когда в обычной школе будут каверзные вопросы задавать, материализму учить, это ребенку не повредит. Иншаллах. Нужно хорошее исламское образование. Если с измольства ислам укоренишь в детях, будет хорошо. Если оттянешь до 10-летнего возраста, то тяжело потом уже будет привить им ислам. У вас какой-то вопрос? Ну смотрите, я вам опять же говорю. Я вашей системы не знаю. Не знаю, какие конкретно здесь у вас есть ограничения. Иной раз и мамы готовы предоставить программу обучения. Но родителям она не подходит. И так бывает. Иной раз. Бывает, что родители говорят, если я по выходным буду утром приводить ребенка, то ребенок круглую неделю рано вставать будет. Я такой про себя думаю, да он и так рано встанет у вас. Это не ему не нравится рано вставать, а вам. Но на самом деле, зачастую родители хотят подольше поспать, а не дети. Дети рано просыпаются, часов в 7, прыгают вовсю, родителям спать мешают. Это правда. Так что, дело не в детях. Если систему какую-то внедрять, надо, чтобы ее все поддержали. Тогда получится нормальная школа. Вот у нас, в Англии, есть такие занятия. Идут в субботу утром и в воскресенье утром. 3,5 часа в субботу утром, 3,5 часа в воскресенье утром. А весь день и весь вечер у них свободны. И мы заметили, что если хорошая система, если как следует обучать, с повторениями. Когда есть целая программа обучения. Аль-хамдуллиля, хорошо ислам в детях укореняется. И спустя длительное время, они уже воспитаны и по исламу. Но и родители со своей стороны дома должны воспитывать. Я побуждаю людей внедрять такую систему. А когда всего несколько часов в неделю, это в детях не укореняет глубоко принципы веры. Если они учатся только 3-4 часа, только по воскресеньям. Да, конечно, какие-то результаты будут. Но глубоко это не укоренится. Надо как минимум в субботу утром и в воскресенье утром. 3 или 3,5 часа. С насыщенными уроками. По хорошей системе. С хорошей базой. То, иншаллах, если достаточно долго по этой системе обучаться, будет хорошо. Еще одна проблема в плане мечетей. Родители учат детей только читать Коран на арабском. Не уделяя внимания переводу на их родной язык, без пояснений каких-то. Дети рады бы поглубже поучить родителей, а их главное на арабском читай. И когда ребенок полностью прочитывает Коран примерно лет в 12, он, образно говоря, получает зеленый свет. Разрешение больше не ходить в медресе. И это вред для него. Вот конкретно мы в Англии как делаем? У нас два разных предмета. Чтение и правила чтения. Когда ребенку 11-12, мы говорим, смотри, прочитай сам полностью Коран, а вот это ты будешь проходить с учителем. И ребенок прочитывает полностью Коран каждый год. Ежегодно. Один, два, три раза. Нет такой цели, типа прочитай полностью Коран, и дальше можешь не учиться. Надо постараться, чтобы до определенного возраста ребенок изучал ислам. И на основе ислама воспитывался. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вопрос. С какого возраста нужно прививать детям дисциплину? Смотрите. Нужно соблюдать баланс. Не надо со взрослым ребенком разговаривать как с пятилетним. Для вас это ребенок, но ему уже лет 15, а ты говоришь как с пятилетним. Так делать не надо, это не работает. Справедливо и обратное. Когда ребенку мало лет, не надо общаться не в уровень. С пятилетним как с десятилетним. Уровень понимания же различается у них. Посланник Аллаха сказал. Общайся с людьми в соответствии с их уровнем. На их уровне разговаривай. Говори с ними так, как им будет понятно, а не как ты мыслишь. То есть, сорокалетний взрослый не должен разговаривать с десятилетним ребенком на уровне сорокалетнего. Говори так, чтобы его десятилетний разум понял твою мысль, уяснил. Об этом говорил посланник Аллаха. Говори с людьми в соответствии с их уровнем. Если будешь так общаться, то ребенок по мере взросления, когда 15-16 будет, будет становиться более независимым. Необходимая дисциплина, иншалла, будет, если привьешь. Но общение у вас будет подходящее для 15-16-летнего. Говорите с ними в уважительной манере. Если он увидит это, будет в ответ уважать. Если будешь понукать, поучать, ребенок скажет тебе, да, пап, ладно, пап, с уважением относиться не будет. То есть, это двусторонний процесс, нужен правильный подход. А дисциплинировать надо с очень ранних лет. Такой вопрос. В Соединенных Штатах в школах свободный Wi-Fi. И если дома получается доступ в интернет ограничить, то ребенок в школе заходит. Как быть? Смотрите. Вот у ваших детей. У всех телефоны есть или нет? Нет? Ладно, ну вот смотрите. Если ребенок говорит, хочу телефон, купите ему старую Нокию. Нормально. Захочешь позвонить? Вот Нокия. Там максимум, смс-ку написать можно. И позвонить. Пять минут поговоришь, и уже ухо горит. Пусть узнают жизнь. Зачем покупать им смартфон? Зачем? Не понимаю. Что за необходимость в Wi-Fi? Зачем Wi-Fi им? Некоторые дети, да, до Wi-Fi дорвались, и готовы с ним всю жизнь не расставаться. И жена не нужна. Им Wi-Fi важнее жены. Серьезно, это реальная проблема? Ну в общем как? В раннем возрасте, что за необходимость в смартфоне или в Wi-Fi? Абсолютно нет никакой необходимости. Вот как сестра пишет здесь. Как уберечь от интернета? Не давайте интернет. Не давайте им такие устройства. Если домашнее задание сделать, интернет может помочь. Можно сказать необходимость. Ладно, домой пришел, планшет дай ему. Но работать он с ним должен на видном месте. Чтобы ты, как взрослый, видел все, что на экране происходит. От и до. Не должно быть такого, что у ребенка собственный смартфон. Они что делают? Кладут планшет себе под подушку. И когда идут спать, свет выключают, пытаются заснуть, а их будет планшет. Сообщение прислали. Как тут уснешь? Отвечать надо теперь. Ну, в инстаграм заодно зайти. Видосики прикольные посмотреть на ютюбе. И все, ребенок достает из-под подушки планшет и понеслась. Начнем с того, что ему вообще планшет этот или телефон не надо с собой в постель брать. Если у ребенка смартфон современный, спросите себя, зачем он ему? Но если купили, вы должны иметь доступ к нему. Вы должны знать от него пароль. Если ребенок тебе говорит, я не хочу, чтобы ты имел доступ к моему телефону. Ну, ты знаешь почему. Понимаете, о чем я? Вы знаете почему. Почему 11-летний ребенок мой не хочет, чтобы я видел, что у него там? Это из-за Ребекки? Понимаете, да? Что-то есть там. Или на сайт он какие-то заходит. Где на харам смотрит. Так что, если уж вы смартфон дали, то у вас должен быть доступ к нему. Он не знает, как свою веру сберечь. А вы ему даете доступ к интернету. И вот эти все функции родительского контроля, в Гугле или еще где, их обойти легко очень. Ребенок их обойдет. Все равно найдет способ заходить на сайты, где будет смотреть харам. Или картинки такого содержания будет смотреть. Будет смотреть и слушать то, что растлит его. Навредит вере. Это взрослому-то повредит, а он тем более маленький. И еще там его могут травить как-то. А он это воспримет близко к сердцу. Или вот, например, конфликты на основе различия во взглядах. И вот, например, в каких-то группах в WhatsApp, где дети общаются друг с другом. У вас, кстати, в Америке это началось и дальше пошло. Но серьезно, в Фейсбуке всякие эти, Твиттеры, Инстаграм и так далее, ветер на восток подул. Ну так вот, когда ребенка где-то в соцсетях начинают травить, оскорблять, унижать, он не знает, как на это реагировать. У него опыта нет. И может дойти до серьезных крайностей. Ребенок же не знает, что такое идеологическое противостояние. Как с людьми общаться. Или вот, например, сплетни. Этой грязи столько! Во всяких WhatsApp, Facebook, люди безнравственны. И дети во все это втягиваются. Другие нарушения ислама. Матершина. Обматерить кого-нибудь. Оклеветать. Говорить что-то такое, что ислам запрещает. Это обычное дело в интернете. Делиться роликами, постами, в которых то, на что нельзя смотреть. Или то, что нельзя слушать. В интернете это постоянно. И почему вы, будучи родителями, даете это им в руки? Это же абсолютно нерационально. Моему сыну 13. Мы в Англии живем. У каждого в его классе есть смартфон. У моего нет. Я баланс тоже соблюдаю. Вы спросите, а как же баланс, о котором ты говоришь? Я соблюдаю его. Я разговариваю с ним. Я объясняю, почему не даю ему. Я говорю, смотри, ты в интернете просидишь и домашнюю работу не сделаешь. Ты провалишь свои экзамены. Учиться не сможешь нормально. Я разрешаю тебе поиграть в PlayStation или что-то еще, но ограниченное время. А потом тебе нужно прочитать эту книгу. Составь ему расписание. Пусть и в другие игры тоже играют. Вот у меня дома множество разных игр. И я в них играю с детьми. Вот вечер наступил, у него нет компьютера, видеоигр, смартфон ты ему не даешь. И куда ему девать свободное время? Ну, подумаю, что ты сделал. А потом что? Ты как родитель должен почитать с ним. Или поиграйте в какую-нибудь игру. Я играю со своими. Играю в игры. Нам весело, мы смеемся. Иногда обижаются. А когда обижаются? Аль-хамду-ли-ля. Воспитывай их. Если у ребенка день не выдался, и он расстроенный, это лучший момент воспитывать его. Это намного лучше, чем веселая семья, где все нормально. Потому что однажды будет ненормально. Всегда что-то не так. И в такие моменты как раз воспитывай. Иной раз ребенок скрывает от тебя что-то. Бывает. И когда ловишь его, не возвышайся. Типа, ага. Вот и проверочка нагрянула. Не надо, пользуясь возможностью, наседать на него. Типа, ага, сынок попался. Ну, че теперь? Начинается рейслинг. Не надо ребенка своего зашугивать, чтоб когда ты его поймаешь на чем-то, для него это было чем-то ужасным. Он найдет лазейку и скроет. Ну, поймал ты его на чем-то. Поговори нормально. Скажи, не надо так. Мол, сынок или дочка, понимаешь же, Аллах видит. Ну, ты оступился, бывает. Но ты старайся уж. Покажи, что ты его уважаешь, любишь. Но в то же время соблюдай равновесие. Если оно есть, иншаллах все хорошо будет. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. 12-летний мальчик проявляет агрессию. Бьет по двери, когда разозлится. Так-то он хороший, но как нам с ним быть? Знаете, вот я вам гарантию даю, что он то же самое делал, когда ему было 4. Ну, может, не так жестко, конечно, но показывал характер. Иной раз дети такой маленький бойкот объявляют. Мол, все, а вот не буду я есть. Бывает же, дети говорят так. Обиделся и говорит, не буду есть. Я такой, не будешь есть? Аль-хам-ду-ли-ля. Серьезно, аль-хам-ду-ли-ля. Иди играй. Видел когда-нибудь, чтоб ребенок сутки постился? Ребенка видели, который сутки не ест? Нет таких. Пусть идет. Не хочешь есть, потому что ты обиделся? Думаешь, я уговаривать тебя, что ли, буду? Ну, пожалуйста, пожалуйста, открой свой рот. Ну, давай, давай, открой, поешь. А он такой, что? С ума сошел? Да отпусти его, просто пусть идет. Какие проблемы? Еда в холодильнике, вот микроволновка или вот плита, никто от него еду не прячет. Проблем нет. Увидишь. Через 4 часа, через 5 часов придет как миленький и поест. Ему придется проглотить свою гордыню. И вот это просто отлично. Ему вместе с едой придется глотать собственную гордыню. А из детей, которых вы распустили, и получаются 12-летние, которые дверь пинают, когда они злые. Дисциплине учат с измольства. А если ты его распустил, что он к 12-ти такой? Ну, потихоньку исправляй ситуацию. Я вам вот знаете, что скажу? Вот некоторые родители, да, жалуются на своих детей, жалуются и жалуются, вплоть до возраста, когда они уже семью завели. Серьезно. Как-то раз ко мне пришел один дедушка, лет ему было примерно 60, и говорит мне и мам, я сыт по горло. Я говорю, а что такое случилось? Не могу уже, говорит. Вот у меня ребенок. Я давал ему все, что ему было нужно. Образование. И обычно студент подрабатывает, учась в колледже или университете. Ну, у вас не так, а у нас так. А мой, говорит, не работал. Я за образование ему платил, за все остальное. Потом настало время женитьбы. Я ему помог жениться. Ему был нужен дом. Я купил ему дом, где они поселились со своей любимой женой. А он характер мне показывает. Я ему говорю, ну, это твоя проблема. Почему, говорит? Ну, потому что ты его залюбил. Если ты ребенка залюбливаешь, или, например, если жену любишь слишком сильно, или мужа, ты слишком мягка с ним, или слишком мягкий с ней, слишком хороший, на шею сядет, будет как должное воспринимать. Плюс еще и недовольство показывать. Человек ничего не делает, чтобы этого добиться. Дети должны добиваться, прилагать какие-то усилия, чтобы получать то, что они имеют. Когда тебе достается что-то легко, на халяву, ради Аллаха, ты это не ценишь, воспринимаешь, как само собой разумеющийся. У нас дома вода в любой момент, когда она нам нужна. Так ведь? И люди постоянно тратят ее в пустую. Моют посуду, включают кран, чем-нибудь занимаются, вода бежит, или зубы чистят, пасту выдавливают, вода льется, щеточку надо намочить, он ее чуть-чуть мочит, вода льется. Через две минуты. За две минуты вы представляете, сколько воды вылилось? Две минуты, не переставая лилась, выливается по-хорошему в ведро воды. Вы цените эту воду? Нет, не цените, она же не кончается. А может ли себе такое позволить ребенок из Судана? Может? Да ни за что, там засуха. И каждая пригоршня воды на вес золота, а в долине Муздалифа, в Хадже, там, где воды нет, да ни за что. То есть, когда, например, у тебя, вот бутылка воды, да, на какое-то время, ограниченное количество, и ты ценишь эту воду, тем более, если ты на нее заработал. А если бесплатно, то нет. И вот вы, как родители, детей закармливаете, даете, даете им. Они думают, ну, значит, такая жизнь. И жизненный опыт, это подтверждает. Если 8 из 10 раз ты дал ребенку то, чего он хочет, мы не говорим о необходимых вещах, а о чем-то дополнительном. Речь не о воде, не о еде, не об одежде, нет, а просто, пап, хочу вот эту игрушку. Мам, купи мне вот это. Если 8 из 10 раз ты дал ребенку то, чего он хочет, и только 2 из 10 отказал, твой ребенок вырастет неблагодарным человеком, не будет ценить блага, всегда чем-то недоволен будет. А если 2 из 10, ты удовлетворяешь просьбы ребенка, даешь, что просит, а 8 из 10 не даешь, говоришь, нет, не куплю, ребенок вырастает терпеливым, он умеет терпеть, он благодарным будет, умеет ценить вещи, счастливым будет, уметь ценить то, что есть. Об этом говорят эксперименты, которые были проведены за последние несколько лет. А если ты всегда даешь все, что просит, человек думает, ну я и так это получу, и дальше-то че? Вот серьезно, женщины некоторые страдают, знаете из-за чего? У них дома рай, да и мужчины тоже такие страдают. У них дома просто рай на земле. У кого-то рай попроще, у кого-то рай похлеще. Женщины меняют мужчин, мужчины меняют женщин, и портятся. А что надо сделать? Проще жить начать. Мне вот женщина одна пожаловалась. У нее знаете, какая ситуация в жизни? Не знаю, может для вас, американцев, это прозвучит типа «Имам, не рассказывай нам такое!» Нет у нас такого в Америке. Не надо нам тут сеять британскую смуту. Она сама сняпали, говорит, «У меня проблемы с мужем». Начали разговаривать, она стала рассказывать, и она мне сказала, что она каждый день, без пропусков, приносила мужу в спальню завтрак. Каждый раз готовила, и приносила ему завтрак в постель. Я такой, «Серьезно?» «Ты что, серьезно?» «А муж твой что, тебе никогда не носил?» «А зачем ему?» «Он, считай, в семизвездочном отеле живет». «Он туристом в Дубае может сказать, «Ну и че вы тут в Бурдж-Халифе своей?» «Вы еще не знаете, что такое Бурдж-Халифа?» «Домой ко мне приходите». «Узнайте, что такое роскошь?» «Женщина тебе приносит завтрак в постель каждое утро. Делаешь, че хочешь. Как король живешь. А бывает наоборот. Домой зайти не может». «Почему не можешь зайти, брат?» «Прячется?» «В собственный дом зайти не может». «Почему?» «Ну вот потому, что распустил он жену свою». «Он только домой заходит, и она его, условно говоря, со скалкой встречает. Встречает его, уже готовая сорваться. Он еще слова не сказал. Она наезжает. Но ты сам до этого довел. Баланс нужен везде, говорю же. И в отношении женщин баланс должен быть. И в отношении мужчин тоже, так ведь? Если ты позволяешь такое, ты такое и получаешь. Если ты своему мужу или своей жене позволяешь так себя вести, это и получаешь. Прекрати это. Если жена позволяет своему мужу постоянно кричать на себя, срываться на ней, взбучки ей устраивать, если она молчит, он так и будет себя вести. И если муж своей жене позволяет скалкой, грубо говоря, его по башке бить, ну, так она и будет себя вести. Понимаете? То же самое с детьми. Если ты позволяешь своему ребенку грубо с тобой разговаривать, или вот как тут написали, дверь бить со злости. Если ты это терпишь, он знает, что можно и дальше так. А начинается с малого. Надо это пресекать. А как пресекать? Постепенно ограничивать его в подарках и каких-то приятных покупках. Постепенно урезать. Не полностью, а постепенно. Вот, например, вы ему что-то приятное покупаете. Вот насчет вещей. Ребенку нужно, допустим, три пары брюк. А, вы же их штаны называете. Ладно, три пары штанов. Ребенку нужно три пары штанов. Вот, значит, ему нужно три, вы покупаете семь. Зачем семь-то? Урежь до трех. Пускай довольствуются тремя. Или еще там ему что-то нужно, не знаю. Дополнительные вещи какие-то. Урезай, урезай. И когда урежешь все, кроме необходимого, вот тогда он начнет ценить. Будет слушаться. Пусть любовь твоя к нему будет умеренной, чтоб не пренебрегал. Еще у кого-нибудь есть вопрос? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ага, очень хороший вопрос. Вот тут брат спрашивает, если он сам в детстве недополучил любви, то в этом случае, как он тогда сам будет давать любовь? Или если в детстве тебя распустили, как дисциплинировать? Все равно сможешь. Вот я воспитывался в ежовых рукавицах. У меня отец был, Омар сын Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Серьезно. Попробуй с ним забалуй. Не забалуешь. Вот я говорю вам, он сначала тебя ударит, потом разбираться будет. Вот таким он был. Не разбирался, а потом бил, а сначала бил, потом разбирался. И ты такой лежишь на полу и думаешь, ай, ладно. Все, ты прав, я нет. Вот так и жили. Но когда я сам стал родителем, я не хотел так же ребенка воспитывать. Я хотел найти баланс. Я понимаю, мне не с кого брать пример, чтобы баланс-то внести в воспитание. Но я адаптировался. Научился. Вот смотрите. Как бывает. Обычно дети, которым не хватало игрушек в их детстве, обычно маятник в другую сторону толкают. И когда родителями становятся, начинают заваливать детей игрушками. Типа, ну у меня же их не было, пускай хоть у моего ребенка будут. Но как получается? Дети, выросшие в изобилии, то когда родителям становятся, думают, не, я не буду баловать своего ребенка таким количеством игрушек. То есть в другую сторону маятник. И так и с поколения в поколение. Одни в одну сторону, другие в другую. Так и бывает. Но я советую соблюдать баланс. Если в вашем воспитании присутствовала какая-то из двух, крайностей, например, не хватало игрушек вам, то своего ребенка не надо в другую крайность уводить и покупать ему кучу игрушек. Баланс соблюдайте, чтоб он что-то получал, а что-то не получал. Каждый мужчина, каждая женщина смогут найти баланс. Еще у кого вопросы? Да? Сколько им? У них смартфоны есть, планшеты, да? Видеоигры. Как часто они играют? Поэтому и не учатся. Если ребенок не может сосредоточиться на учебе, на заучивании Корана из-за всех этих смартфонов. Вот буквально, как это происходит? Ребенок сидит с книгой, не обязательно с Кораном, просто с какой-то книгой. Читает, читает, но не вникает. Мечтает в видеоигры поиграть. Мозгами он уже там. Мечтает, как я сейчас поиграю. А тем более, онлайн игры такую зависимость вызывают. Вот, когда я юным был, не знаю, как вы, ребят, в мою юность компьютерные игры были на кассетах. Сейчас дети даже не знают, что это такое. Вставляешь эту кассету, закрываешь, минуты три ждешь, пока загрузится. Минуту поиграл, и уже надо прерываться. Потом вышла Sega Mega Drive 2. Шумело в свое время. А сегодня по интернету люди играют друг с другом. Такие сложные игры, такая графика. Это увлекает детей с головой, поэтому и не могут дети на учебе сосредоточиться. Игровое время надо им урезать, возвращать их в настоящую жизнь. А для многих детей реальная жизнь скучная по сравнению с интернетом. Для них обычный мир скучный. Так, сестра тут спрашивает. Саляму алейкуму, алейкуму, асалям. Два ребенка, трехлетний и пятилетний, постоянно дерутся. Как это прекратить? Ну вообще, это нередкое явление. Бывает такое в семьях. Смотрите. Вот они дерутся, да? Давайте рассмотрим причины, по которым они могут драться. Или пространство у них очень ограниченное. Но я не думаю, что это ваш случай. У вас в Далласе дома такого размера, что всем хватает места. Еще может быть это из-за того, что вы одному дали то, что он хочет, а другому не дали. И вообще, когда они вместе, учите их играть друг с другом. Учите их жить дружно. Научите их играть друг с другом. У меня вот два сына, дочка, я вам, знаете, что скажу? Есть очень простой способ остановить такое. Дочка моя с моим сыном то и дело ссорятся. И ты что только не делаешь. Пытаешься разговаривать с ними, пытаешься их разнимать, пытаешься помирить, а они ссорятся. Так вот вам хороший способ прекратить это. Это японские исследования. В Японии это придумали. Вроде это и в Америке тоже применяли технологию такую. И это реально феномен. Я дома это применяю и субхеннала это работает. Что же это такое? Когда они очередной раз дерутся, я зову их, сына ставлю сюда, говорю, встань лицом вот сюда. Дочке говорю, а ты сюда встань, чтобы они стояли лицом друг к другу. И я им говорю, так, теперь смотрите друг к другу прямо в глаза, не отводя взгляд, 4 минуты. И вот братишка с сестренкой, которые дрались только что, смотрят в глаза друг к другу. 4 минуты. Это надо прочувствовать на короткой дистанции. Друг к другу в глаза 4 минуты. Либо улыбаться начинают, или взгляд отводят. Ну, не остыли еще. Взгляд отвел, таймер обнуляется. Начинаем заново. Знаете, что это дает? Это порождает любовь друг к другу. Вот так это работает. Мужу с женой тоже можно это применять. Вот если муж с женой ссорятся, только, пожалуйста, не при детях. Уединитесь, просто сядьте в спальне и ничего не говоря друг к другу в глаза 4 минуты. Надеюсь, иншаллах. В эту ночь она забеременеет. Иншаллах. Там уж сами себе картинку дорисуете. И не только муж с женой. Разных людей мирить так можно. Отца с дочерью, сына еще с кем-то. Некоторые начинают плакать. Кто раньше никогда не делал, так могут плакать начать. Душа в душу, любовь чувствовать начинают. Очень простой прием. Я столько раз уже это пробовал. Мой сын даже сказал, я ей больше никогда ничего не сделаю. Не хочу больше на нее смотреть. Не хочу в глаза больше смотреть. Проблема решена. Все, альхамдулилях. Большинство ссор прекращаются. Человек не хочет взгляд выносить. Это производит на ребенка глубокое впечатление. Все, заканчиваем, да? Наверное, хватит уже. Да воздаст вам аллах благам. Спасибо, что послушали. Классно было к вам прилететь. Буду рад вас снова увидеть, иншаллах. Передаю микрофон и маму. Да воздаст аллах благам вам, что пришли шейху Хасану Али. Момент про жену со скалкой я, наверное, запомню надолго. Пусть Аллах, причист он Всевышний, благословит вас, шейх Хасан. Просто я же у вас здесь, в гостях. Когда они к вам жаловаться придут, я улечу уже. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok